Перечень мер поддержки для малого и среднего бизнеса в Тверской области в очередной раз расширяется. Нововведения коснутся в основном самозанятых граждан. Напомним, специальный режим налог на профессиональный доход начал действовать на территории Верхней Волжья в текущем году. 17 октября самозанятые по сути приравниваются к субъектам малого и среднего предпринимательства, что дает им возможность претендовать на все меры государственной поддержки. Вот в этом небольшом светлом помещении воплощаются самые смелые творческие идеи Натальи Григораш. Девушка работает в сфере услуг, готовит праздники, печет торты, в общем, создает людям настроение. Какое-то время эта деятельность, рассказывает Наталья, была для нее скорее как хобби. Однако в этом году многое поменялось. В декрете я решила вывести это на более профессиональный уровень, тем более, что появилась такая возможность, и я стала самозанятой. Вот с 1 июля я решила немножко расшириться, взяла в помещение в аренду. Напомним, самозанятые жители Верхней Волжи, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% и налогов по стандартным схемам налогообложения, платят за доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4% при предоставлении услуг физическим лицам и 6% при предоставлении услуг юридическим лицам. А с 17 октября статус самозанятого для владельцев небольших бизнесов становится еще более привлекательным. Начиная с этой недели, предприниматели, которые перешли на специальный налоговый режим, приравниваются к субъектам малого и среднего предпринимательства. Это дает им возможность претендовать на все меры государственной поддержки, включая одну из наиболее популярных – льготные займы под 4,25% годовых. К слову, Наталья Григораш планирует в ближайшее время этой мерой поддержки воспользоваться. Мне требуется больше места, и теперь я хочу воспользоваться именно одной из мер поддержки – льготным кредитом. Он станет для меня доступным как раз с октября. На данный момент на территории Тверской области в качестве самозанятых зарегистрировались уже 4179 человек. Как поясняют специалисты регионального центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», Верхневолжье даже слегка опережает график перехода граждан на специальный налоговый режим. А расширение перечни мер поддержки еще больше подстегнет предпринимателей региона к оформлению статуса самозанятых, уверены в центре «Мой бизнес». Предложенные финансовые и имущественные меры поддержки нашими самозанятыми будут востребованы, потому что действительно для того, чтобы качественно вести свой бизнес, необходимо приобрести какое-то оборудование, какие-то материалы. Для этого нужны оборотные средства. И здесь, конечно, нужен, во-первых, источник их привлечения, а во-вторых, соответственно, он должен быть недорогой. Отметим, что по данным правительства Тверской области, в регионе за 2020 год почти в два раза вырос объем льготных займов, выданных на развитие бизнеса. За 9 месяцев этого года предпринимателям Тверской области выдано льготных займов на общую сумму 429,4 миллиона рублей. Это на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат, считают экономические эксперты, стал возможным благодаря решению губернатора Игоря Рудени о докапитализации фонда. На сегодняшний день открытость экономики Тверского региона составляет 100%. Благодаря мерам поддержки бизнеса, введенным в Верхневолжье весной этого года, предприятия не только продолжают работать в штатном режиме, но и обеспечили в текущем году рост экономики. В Тверской области сохраняются меры поддержки реального сектора, сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса. В прежнем режиме работают институты развития. Хочу выразить благодарность всем, кто работает в реальном секторе, за то, что обеспечили рост экономики в текущем году. По прогнозам в следующем году, рост должен составить не менее 3%. Добавим, что общее количество получателей финансовых, отраслевых и общесистемных мер поддержки бизнеса в Тверской области составило около 30 тысяч субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. С апреля этого года объем господдержки экономики превысил 8 миллиардов 200 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова